Красный мост – это пример народной дипломатии, но сейчас он поддержан руководителем наших стран, и Путина Владимира Владимировича, и это как приложение к доблеру 20-летнему стратегическому союзе Китая и России. А этот проект вообще, как бы, он в честь первого коммуниста Китая, героя гражданской войны, Жень Фу Чэна. Они еще говорят первого большевика. Да, первого большевика, который героически погиб, он возглавлял полк китайский во время гражданской войны, героически погиб, но сейчас он его парникник, все такое. И поскольку с китайской стороны была просьба, так, чтобы я был сопредседателем этого проекта, значит, я, а я еще по совместительству являюсь руководителем секции на сферные знания и технологии Российской Академии естественных наук, вот мы предлагаем Китаю, ну, совместно, конечно, с китайскими учинами, несколько программ, я их сейчас просто перечислю. Значит, первое, это восстановление почв Китая. Акции, вот, почвы внутренних, вот. Второе, освоение пустынито кламака. Китай уже много там сделал, но мы можем предложить наш технологий, который это, скажу, жизнь ускорит. Вот, теперь три, значит, технология уничтожения особо опасных веществ, это, который в меру называется Попуш и Рокер Технологи, но сейчас Китай ее уже начал транслировать. Эта технология очень важна, ну, не только для Китая, но для Китая в существенной мере. Ну, будет, конечно, инфраструктурно. Теперь, три медицинские технологии, с которыми я связываю непосредственно. Вот, наиболее актуальное сейчас, и я предлагаю Китаю, ну, так сказать, на это обратить внимание, это универсальная противовирусная защита. Ну, не секрет, что американцы сейчас развязывают, усиливают, вернее, метеорологическую войну, и это реально, и мы можем предложить технологию, которая защищает. Причем доказание, что это главное, что там главную роль играет предшественная тема, именно китайская учета. Все очень хорошо у нас складывается. Вот, потом вторая технология, которую мы можем предложить, мы сделали тиражированный вариант ранней диагностики рака, то есть выявление предракуного состояния. Можем предложить это вот прямо на главе. И устранить его. У меня это написано, целая монография на эту тему, в общем, это, так сказать, и опробуемая только старше широко. И вместе с китайским учением мы могли бы это понимать. Вот, наконец, третья технология, которая закончит проблему рака, это пермагнитная хирургия. В свое время в России прошли государственные испытания в 90-е годы. Успешно очень. И это позволяет проводить операцию, во-первых, без общего наркоза, во-вторых, не удаляя пораженный орган, и в-третьих, при этом исчезают отдаленные гентостазы. То есть это великолепная и безопасная технология. К тому же она стоит примерно в 10 раз дешевле, чем обычная полостная операция. Вот. Теперь еще одна технология, которая тоже, наверное, представляет интерес для Китая, это устранение физиологической зависимости от алкоголя и наркотиков. Это нужно устраивать совместную школу. У нас есть большой опыт, и мы с тобой с ним поделимся. Вы слышите, это я говорю в час, для вас. Вот. Вот эти основные технологии, которые мы можем предложить. Ну, и кроме этого, есть технологии, которые хотел бы донести до китайского лидера, это программа, это, вероятность технологии, отмены кинетической программы на старение и смерть. Она у нас разработана, опробована. Можно опробовать вместе с китайскими учеными, и потом уже дальше решать, как делать. И вторая технология, которая повышает популярность любого человека. Но это мы доложим только или самому и человеку, ну, непосредственно plainsсти. Андрей Петрович, а как народные инструментарии, народной дипломатии могут способствовать продвижению этих технологий? Это может быть обращено и вот это. Ну вот, все, что хотел сказать. Хорошо. Спасибо. Я хотел бы сейчас обратиться к нашему дорогому товарищу, потому что очень приятно, что вам удалось сегодня.